Готовился к этим соревнованиям, как обычно. Ко всем готовлюсь одинаково. Считаю, вполне удачное выступление. Удалось улучшить результаты в приседании на полкилограмма, в жиме лёжа на 2,5 и улучшил свой же результат. В тяге не сложилось, третий подход, штанга выскользнула из рук. Никогда не могу предугадать силу своего хвата. Бывает держит рука, бывает не держит, почему-то правая. Поэтому в плане силы это была не проблема. В плане хвата. Сумма тоже получилась вполне приличная для меня. Считаю, что за 740-750 это хороший уровень. Сумма не рекордная была 755. За счет того, что тяга получилась совершенно не маятной. Получилась такая вот сумма. Перед каждым соревнованиям ты продумываешь килограммы, с каких весов начинать, какую сумму ты хочешь собрать? Конечно, я это продумываю. Так примерно прикидываю. Но основная моя задумка это с чего начать. И в последнее время так получается, что начинаю примерно с одних и тех же весов. Потому как конкурентов, которые там у меня очень близко, ко мне нет. Поэтому эти начальные веса это в принципе уже первое место. Ну вот 260-65 приседаний, 180 в жиме и 30-35 в тяге. То есть с этих весов я начинаю там уже, ну, наверное, раз в пять последних я вот с них начинаю. По поводу силы хвата ты включаешь какие-то упражнения для увеличения? Я пробовал, но это никак не отзывается. Тут как бы от цепкости грифа больше зависит. Вот. Если гриф хороший, выше среднего, так скажем, у него, то в принципе проблем никогда не бывает. Я все три его подхода выполняю. А если гриф не очень, то мне кажется, как ни тренируется в силу хвата, все равно выскользим. Потому что рука как бы у меня не сильно большая, поэтому... Без защиты. Я с Жемлёжей сделал вот этот подход, кажется, мало ты... Ну, Жемлёжи вот в последнее время только я вот буквально, наверное, со всемирных игр как-то начал сжать. Потому что достал свою старую майку еще 2007 года. Я ее покупал, она у меня лежала все время. Вот, тонкий материал, то есть самые первые вот эти вот, которые катаны пошли. Вот, без всякого ворота, без ничего. И сразу пошел результат. Потому что без майки уже давно, как бы, прилично дома жму. То есть те же 175, я там на два раза жму. А майки все эти жал 185. То есть, ну, как-то непонятно было. Вот, наконец-то жим... Адреха на Валову непонятно. Ну, вот, да. Поэтому здесь хотя бы какие-то 30 килограмм нам не дает. И уже выливается это в районе там 200. Поэтому, ну, просто как-то морально пока тяжело начинать больше. Просто, чтобы больше заканчивать, нужно больше начинать. И так шагаю через 10 килограмм. Как бы для моего веса это... Тиже даже меньше бывает шагая. Там по 5, по 7. Сколько ты килограмм мог дать, вот, учитывая легкость в третьем? Ну, я думаю, что 205 наверняка. А больше, как бы, сложно сказать. Ну, постараюсь так потихоньку добавлять, чтобы как-то сдвигать свою моральную такую планку. Кроме того, что ты, естественно, считаешь там титул чемпиона России, чемпиона мира. Считаешь ли ты свой рекорд, о чем я тебе вчера говорил? Важное для тебя количество рекордов? Ну, это как бы не то, что для меня важно. Не принципиально для меня установить, например, рекорды, чтобы у меня их было 150, а не 120, к примеру. Какая-то статистика там где-то я отчитал на каком-то из сайтов. То есть кто-то там подводит рекордов России, Европы и мира. Юниоры, мужские и всех. Там уже, наверное, больше где-то 150 точно. То есть эта статистика там подводится. Отдельно как бы я не просчитывал ничего. Понятно. А вам в вашем регионе что-то приплачивают за эти рекорды? Нет, за рекорды ничего. Я думаю, как не только в нашем, но и как и везде ничего за рекорды не приплачивают. А за места на чемпионатах России? За места только международных соревнований. То есть нас интересуют только международные старты. Как бы если человек в сборной и занимает какие-то места, то в принципе там стипендия, зарплата. Я думаю, не только мне, но и все, кто видит это интервью, будут узнать, если это не секрет, конечно, конкретные цифры. Как вас балуют? Ну конкретно у меня как бы, я считаю, достойная зарплата. Я не буду цифру как бы называть, я просто скажу, что она достойная. Ну потому что я и сам как бы действующий спортсмен, чемпион мира. И у меня воспитанники, то есть Алексей Сорокин, Валентина Верменюк, там Константин Макаров, который на международных соревнованиях выступает. Ну если брать премии именно за... Нет, премии я бы не сказал, что там большие. То есть за чемпионат мира это там 75 тысяч, по-моему, сейчас идет премия. Ну плюс за каждого спортсмена, если он выиграет чемпионат мира, соответственно и тренеру те же 75 тысяч. 75 тысяч за только первое место или за предыдущие? Это за первое место, я говорю. Ну а там дальше уже по нисходящее идет. Ну как бы неплохо, но если только ориентироваться на эти деньги, то тяжело прожить, конечно. Если в год получить 75 тысяч, это несерьезно. Ты отслеживаешь соперников, наверняка, может быть и нет. Есть там кто-то, кто подбирает? Ну вот последние там 2-3 раза, как я вот помню, там вообще никого нет. То есть порядка 100 килограмм разница. Ну как бы смысл там следить. Если уже кто-то будет к 700 подбираться, уже можно смотреть, в чем там какая тенденция. Единственное, из Тайваня вот этот спортсмен, он выступал в прошлом году в категории 66, но вес был там 62 с половиной. И в принципе он поднял там 760, по-моему, если я не ошибаюсь. То есть приличная сумма, если он может быть, он планирует вернуться. Я не знаю, в чем причина такого веса, который у него был 62 там с копейками. Пока что все знают про эту причину, он не хочет вторым место занимать. Ну а в 66 становится третий. А, вот так вот. Да, поэтому и смысл весить 62 килограмма и выступать в 66 становится третьим, если можно подогнать и наверняка стать вторым, а может быть даже и побороться. Потому что он в принципе титулованный спортсмен, по-моему, 4 чемпионата мира выигрывал. Ну вот только он, если подсгонит, там какую-то, ну в принципе, я думаю, конкуренцию составит. А вот из тех, кто сейчас в 59, ну там абсолютно как-то все тихо. Ты, получается, без проблем всегда выигрываешь. Можно ли сказать, что ты завидуешь тем ребятам, которые выиграют в борьбе? Для тебя это было бы интереснее? Возможно, но зато мне морально проще тренироваться. То есть, когда у меня что-то не получается, я для себя говорю, да подыму, сколько подыму, все равно выиграю. В следующий раз получится. А так бы я, возможно, начал бы нервничать, что-то там предпринимать, там еще больше себя загонять, зная, что у меня там соперники, у них все хорошо. То есть, в этом плане, может быть, это продлит мое спортивное долголетие. И психическое здоровье. И тем более, да. Ну а где-то добрать мотивацию для дальнейшего прогресса, который тем не менее наблюдает? Ну вот, просто ставлю цель для себя какую-то, да, то есть, именно в килограммах. Не то, что кого-то там обыграть. А именно вот с самим собой прошлогодним бороться, так скажем. То есть, вот в прошлом году поднял 750, в следующем надо себя обыграть. Ну, вот это и есть мотивация. А 10-кратным чемпионом мира стать хочется? Есть такое? Да хочется побольше на самом деле. Вот, в этот раз стал 10-кратным чемпионом России. Тоже какая-то цифра такая круглая. Вот. Хочется побольше, конечно, поуступать, чем еще два года, если получится. То есть, 8-кратный? Да. В плане тренировок, ты что, мать, расскажешь о себе, вот как-нибудь так в общем виде, как выглядит твоя недельная, неделя тренировок, если это является как бы циклом? Ну, в общем-то, никогда я там не делю на подготовительный соревновательный период, оно только весами там отличается, грубо говоря. А так у меня 3 раза в неделю я выполняю по 3 упражнения. То есть, это приседание, жим и тяга. То есть, понедельник, среда, пятница все 3 упражнения выполняются. Ну, разные там проценты, разные веса. И вторник, и суббота просто жим лежа. То есть, жимов 5 получается, приседаний 3, тяги 3. Это вот стандартная неделя. Ну, ближе к соревнованиям я вот там, скажем, 2 жима эти убираю, оставляю вот только 3 тренировки, где все 3 упражнения. И все, все остальное это уже там, ну, как обычно, там ближе к соревнованиям. А какие-то подсобные упражнения ты делаешь? Практически нет. Потому что, если выполнишь приседания, жим и тягу, ну, там, это и так времени занимает очень много. И сил достаточно много уходит уже. Просто энергии не остается там делать. Трицепсы, разводки там и все остальное. А у кого-то взял эту методику? Ну, это я сам к этому пришел просто постепенно. Что все-таки нужно. Раньше как бы было и присед, жим, там, жим-тяга. Вот как-то чередовались, чередовались. Вот сейчас я пришел, что все-таки нужно 3 упражнения выполнять. Потому как на помосте мы их 3 выполняем. И нужно, чтобы у тебя каждая тренировка именно так и проходила. А ты именно подробный план в процентах, ты расписываешь себе на какой период вперед, либо на всю подготовку? Ну, где-то 12 недель я уже, то есть до 12 недель, когда еще больше времени, я интуитивно, так скажем, просто тренируюсь. Когда 12 недель, я уже расписываю план конкретный, ну, и стараюсь от него не отходить. Единственное, да. Единственное, только, ну, если где-то могу превысить, я превышаю, но уже не снижаю, как бы. Вот такой интересный момент. Практически, ну, большинство спортсменов там бросают делать тягу там за 21 день до соревнований, да? Кто-то там, ну, присед, жим поменьше. А как у тебя так? Нет, я так до конца практически, то есть, я вот выступал, грубо говоря, когда вчера, а еще 3 дня назад до выступления я лежа там, пожалуй, 170, без майки там 3 по 2. То есть, жим вообще прям до самого последнего оставляю. Приседания, ну, последние тяжелые делаю за 10 дней, тягу тоже там буквально за 10 дней. Но эти 10 дней тоже я тягу делаю, но уже с меньшим весом. Ну, это говорит о том, что ты, грубо говоря, легковец, и тебе быстрее? Нет, ну, у меня все так, ребята, я всех так готовлю. То есть, тот же Алексей там, ну, Валентина, но еще есть там много спортсменов, так скажем. Значит, не большинство? Ну, да. Да, я как-то не знаю, для меня это, я, мне кажется, разучился птянуть за 3 недели, если бросить совсем. Этот год по соревнованиям какой у тебя график? Ну, сейчас планирую на Россию по классическому по лейтингу съездить, выступить. Не хотелось бы, конечно, ехать, хотелось бы сразу поехать на чемпионат мира по классике. Ну, так как у нас все тут так, все серьезно, поэтому придется выступить, там, ну, по подходику, по два поднимутся, чтобы отобраться. Вот, все. Потом хочу съездить на чемпионат мира по классике в ЮАР. Ну, и чемпионат мира. Основная цель. Вот, мне пришел в голову такой вопрос интересный, вот, когда тебе нужно, как ты говоришь, выступить, да, и вот, вот, разобранного твоего состояния до состояния, когда ты можешь выступить так, ниже своего уровня, но как бы все равно достоин, сколько тебе нужно времени? Ну, я думаю, месяц. Да, месяц я, в принципе, что-то уже, ну, достойное могу поднять. А, скажем, два месяца уже можно спокойно выйти на те же результаты без проблем, я думаю. Ну, я не знаю, что можно полгода тренировать, там, в принципе, ты можешь приступать к тренировкам полноценным уже через две недели после того, после выступления. Вот, понятно, что веса будут не те еще, но через две недели ты можешь уже приступать нормально тренироваться, а не разминку делать. Поэтому я не знаю, что можно полгода тренировать, что-то можно... Не понимаю я этого, кто говорит, вот, мне раз в год там выступить, и все, мне там два раза в год уже это там много. Не знаю. Люди разные. Наверное, да, наверное. Люди разные. Субтитры подогнал «Симон»